всем привет в этом видео хочу дать ответ на часто задаваемый вопрос один из самых главных вопросов пчеловодстве куда подставлять вощину уверяю вас многие знают что такое вощина но не знают как правильно ее подставлять в улей в начале своего пчеловодства я сам искал информацию взяв пчелопакет на 4 рамки искал информацию куда куда поставить рамку с вощиной одни говорили что нужно ставить в центр разделив гнездо пополам другие говорили таким образом разделив гнездо нарушаете температурный режим можете погубить пчел при наступлении возвратных холодов хочу начать с того что очень много можно рассказывать каким образом проезжать конкретно каждый перекресток не выучив правила дорожного движения и можно до конца жизни спрашивать каким образом проехать тот или иной перекресток все что нужно выучить правила и тогда любые дороги вам перед вами открыты вам не страшны точно так же и с вощиной нужно понять принцип по которому пчелы строят вощину и тогда для вас не будет этих вопросов первый вопрос это куда подставлять ее пчелопакете в центр или с краю второй вопрос начинается как расширять семью пчел вощиной сколько подставлять вощин и куда именно часто задают вопрос начинающие пчеловоды куда ставить вощину рядом запечатанным расплодом или с открытым расплодом и одни отвечают по принципу все эти ответы я не боюсь злостных комментариев пожилых людей которые начнут там может быть меня за что-то осуждать но ответы их зачастую бывают по принципу откуда дует ветер деревья качаются вот и ветер дует по такому принципу одни говорят нужно вощину ставить к открытому расплоду другие говорят что нужно ставить и к закрытому расплоду а третья группа пчеловодов утверждает что ващину нужно ставить к расплоду на выходе тогда молодые пчелы выйдут и сразу же примутся строить ващину ребята в этом видео я отвечу вам на все вопросы расскажу тот принцип который на все вопросы вам даст ответ для этого у меня есть вот такой вот тренировочный улей сейчас возьмем кадр поближе и вперед итак перед нами не что иное как пчелиное гнездо я специально показываю это без пчел для того чтобы не шокировать их такую еще не совсем теплую погоду и долго не держать открытому посмотрите как выглядит пчелиное гнездо которое отстроено в котором пчелы себя прекрасно чувствуют вот это вот междурамочное расстояние видите вы просвет это междурамочное расстояние между сотами пчелы всегда делают 9 миллиметров это объясняется тем что пчелы прежде всего руководствуются инстинктами чувствуют тепло они способны улавливать температуру до сотых единиц и при различных изменениях в одну десятую сразу же они реагируют на эти изменения путем различных различных своих принципов жизнедеятельности так вот это и нужно брать за основу прежде всего что происходит в момент когда мы ставим ващину вот она рамочка с ващиной здесь не оттянуты соты когда мы вставляем ващину волей мы сдвигаем рамки независимо от того что здесь расплод или мед что у нас происходит в данный момент в данный момент у нас происходит увеличение зазора между сотами до верхние бруски рамок остаются на том же расстоянии но расстояние между ващиной и отстроенными сотами значительно отличается на глубину сотов что это вызывает в первую очередь это вызывает температурные изменения в улье поток воздуха поднимаясь снизу вверх интенсивнее проходит через вощину мимо вощины и тем самым охлаждает вот это пространство где стоит вощина если в этих рамках будет расплод неважно личинка это засев открытый расплод запечатанный расплод разницы никакой нет это потери тепла вощина рядом с расплодом любым расплодом это потери тепла именно поэтому пчелы сразу же бросаются на вощину и начинают ее отстраивать в первую очередь раньше чем ту вощину которая например будет стоять в конце гнезда у заставной потому что здесь нет расплода здесь мед и такие рамки будут отстраивать только в том случае когда им нужно реально расширить свое гнездо когда пчелы уже очень много ей некуда деваться и тогда они начнут расширять я в следующих видео вам расскажу о расширении гнезд потому что расширение вообще пчелиной семьи потому что это отдельные темы видео расширение можно производить по различным признакам это и по температурному режиму и по ориентированию на взяток и по количеству пчелы и по силе семьи и обо всех этих способах я расскажу в следующих видео подписывайтесь чтобы не пропустить сегодня мы говорим только о вощине и так ответ на вопрос понятен что когда мы ставим вощину у расплода то естественно пчелы будут ее оттягивать как можно интенсивнее и быстрее для того чтобы компенсировать потери тепла не те пчелы которые из расплода выходят не те которые кормят расплод строят вощину а молодые пчелы до 10 дней которые после от 3 где-то от 3 5 дней до 10 12 дней вот такие пчелы отстраивают вощину у них есть восковые зеркальца которые выделяют воск и садясь на вощину они ее как раз отстраивают прежде всего для чего строят пчелы в таком положении вощину это для того чтобы компенсировать потери тепла на расплоде температура тебе должна быть на расплоде 36 35 36 градусов по цельсию поэтому для того чтобы здесь не дуло грубо говоря не сифонило именно поэтому они здесь отстраивают вощину вопрос о расширении четырех рамочного пакета ранней весной погубит ли это пчел или нет но если пакет вы купили у пчеловода который вам просто решил впарить посмотрите мое видео о том как нужно покупать рой семью пакет я рекомендации на видео ссылку оставляю все видео которые упоминаю оставляю внизу под видео посмотрите я там об этом рассказываю значит нормальный пакет имеет вот эти четыре рамки все с пчелой полностью обсиженные и плюс еще 5 рамка струшина пчел в пакет когда вы пересаживаете пакет сразу же в улей я имею ввиду 4 рамки можно сразу же ставить вощину в центре и никаких проблем не будет той пчели которую вы взяли в нормальном пакете ей некуда деваться одна рамка пчел просто не может реально физически поместиться поэтому они там займутся улевыми работами определят кто чем занимается перераспределять обязанности и на вощину сядет та пчела которая должна будет ее оттянуть сядет вся пчела которая снизу сядет шапкой для того чтобы обеспечить удержание тепла в центре гнезда потому что как правило гнездо расплодная часть гнезда находится напротив литка и вот таким образом пакет и маленькую семью ставить правильно когда у вас напротив литка с проветриванием вентиляции поджата двумя заставными стоит семья и в зиму и сам пчела пакет когда ставят пчела пакет к одной стороне улья это неправильно хотя бы из-за того не только из-за вентиляции но хотя бы из-за того что слабая семейка хуже защищает леток когда у нее все смещено в одну из сторон то есть пчела не крутится на прилетке а воровки различные другие там пчелы которые хотят разрушить разворовать гнездо они будут залетать на крайние рамки и свободно воровать мед а потом может случиться нападки случится беда поэтому пчела должна быть в состоянии защитить леток для этого нужно концентрировать пчелу напротив литка но это так к слову просто по формированию потому что такие ошибки я тоже часто вижу у очень опытных пчеловодов когда у них слабый отводок весной там или летом стоит к одной стенке улья а тут у них пчелы чужие ходят бродят все воруют и мед ведрами выносят значит запомнили что прежде всего это температурные температурный режим следующее правило по которому пчелы отстраивают точнее уточнение по температурному режиму кроме того что пчелы тянут ващину так как здесь нужно создать на расплоде необходимую температуру кроме того они еще ващину отстраивают лучше как раз при температуре 32 градуса при более низкой температуре пчелы ващину не отстраивают бывает неправильное расширение приводит к тому что пчела уходит верхний корпус магазин или ее не так много она сидит в основном на верхней части рамки и картина выходит такая у человека оттягивают ващину вот здесь вот сверху а тут внизу подгрызают грызут ее или просто не оттягивают она вот такая вот тонкая и есть нет натянутой суши это говорит о неправильном формировании неправильном расширении потому что прежде всего опять же это будем говорить в видео о расширениях расширение это изменение температурного режима расширять можно и нужно тогда когда вы без потерь для качества семьи сможете расширить пчелиную семью то есть поставив ващину вы сильно охлаждаете гнездо для постановки ващины должно быть достаточно пчелы это главное условие если вы поставите ващину после приобретения пакета или слабый отводок когда у вас вот таким образом стоит четыре рамки вы поставите ващину сюда будут ли ее оттягивать пчелы которые рождаются на этих двух трех рамках с расплодом выходят им некуда деваться они пойдут на эту ващину таким образом вы увидите что если эту ващину у вас отстраивают значит пчелы строят ее для того чтобы расширить свое гнездо для того чтобы у них было место где им сидеть куда складывать корма возможно даже и сеять матки следующий момент ну к слову сказать здесь о матке вспомнил слову сказать что когда у нас есть вот такая вот ващина многие такие выражения допускают матка не сеет матка там плохо сеет или еще подобные выражения то есть большую роль уделяют матки запомните одно ребята правило матка в улье никогда ничем практически не не командует за исключением там некоторых случаев в основном все делают пчелы и матку они направляют куда нужно ей идти и все остальное говорят матка перешла в магазин матка не сеет в магазине или матка сеет в магазине ребята все зависит от температурного режима для того чтобы матка сеяла здесь должно быть 32 градуса по цельсию если здесь не будет 32 градуса матка здесь сеять не сможет она чувствует этот температурный режим пчелы его чувствуют они не будут способны то есть нет смысла кидать сюда яйца потому что они застынут яйца возможны засев возможен только при температуре на поверхности сота 32 градуса при удалении от самой ващины они позволяют как раз создать необходимую температуру на поверхности 36 градусов соответственно 36 ближе к ващине температура теряется получается 32 градуса то есть когда пчелы способны обогреть гнездо тогда они будут тянуть и ващину это главное правило оттягивания ващины да есть там если есть взяток достаточное там количество пчелы и так далее но мы сейчас говорим прежде всего о температуре то есть температура есть ващина будет тянуться если температуры внутри нет неважно какая температура на улице на улице может похолодать до 10 градусов что пчелы ночью ее не будут отстраивать вопрос идет о температуре внутри гнезда если есть уже набранная сила семьи то есть есть пчела которая может поддерживать эту температуру компенсировать ночные потери ночные вот эти колебания температуры вокруг улья в окружающей среде то ващину они будут оттягивать при прочих благоприятных условиях имеется ввиду взяток развитие семьи и так далее